Кручение ЖБК. Пользователь Азазакек Осетр. Работа колонны балки на кручение. При каких условиях устанавливать хомуты на кручение? Вообще кручение железобетонных конструкций мы в УЗИ не проходили. Это вообще такая тема, которая, я так подозреваю, остается студентом на самостоятельное обучение. Но я вот по кручению вообще ничего не помню. На Сапрамате мы решали пространственные задачки, находили внутренние усилия кручения, но там достаточно простой расчет и там нет чего-то сложного. И возможно на Сапрамате решали задачи на кручение валов, но там тоже расчет в одно действие, в одну формулу. Но железобетоном здесь все гораздо сложнее и ради подписчика, ради ответа на вопрос я изучил данную тему. И сейчас мы пробежимся и по расчету и по конструированию хомутов, которые будут работать на кручение. Это будет самый мозговзрывательный, самый сложный, самый замудренный ответ, потому что тут будет много формул и придется напряться. Какие конструкции у нас работают на кручение? Я привел здесь два типа. Первая это колонна, которая работает на кручение слева, справа. Балка, которая работает также на кручение. Хочу сделать ремарку, что чистых конструкций, строительных, которые работают только на кручение, их как бы не существует. То есть в любом случае будет какое-то комбинированное напряженно-деформированное состояние. Например, чаще всего это кручение и изгиб, или быть может кручение и поперечная сила. Слева представлен такой некий билборд, правда я сомневаюсь, что где-то вы увидите вот такой железобетонный консольный билборд, но почему бы и нет. А справа уже такой более приближенный к реальности вариант, когда у нас имеется такая рама или часть рамы и консольная плита. На плиту действует какая-то нагрузка и она закручивает балку. Мы видим, что в левом случае колонна работает на кручение, в правом случае у нас балка работает на кручение. На кручение с изгибом и тот и другой случай. Нормами регламентируется кручение. Здесь я привожу выдержку из свода правил по железобетонным конструкциям. И тут в чем вообще смысл? Я вот сейчас хочу немножко остановиться, оторваться от слайдов и показать вам кубик-рубик. Нет, мы не будем его собирать, но кубик-рубик он позволяет, он идеально иллюстрирует работу на кручение. То есть это такая модель, в которой наиболее удачно реализована гипотеза плоских сечений и что происходит при кручении. Вот относительно белой грани у нас будет происходить кручение. Вот каким-то таким вот образом у нас скручивается наша балка, наша колонна. Все понятно, ничего сложного здесь нету, но посмотрите, что происходит с боковой грани. Вот зеленый элемент это элемент боковой грани. Вот так он выглядит в свободном, ненагруженном состоянии. И мы начинаем скручивать нашу конструкцию. Вот так вот ее скрутили. И что здесь получается? У нас одна диагональ элемента, получается вот эта вот диагональ, она укоротилась, а другая диагональ, получается вот эта вот диагональ, она у нас наоборот удлинилась. Квадрат превратился в ромбик. И соответственно по одной диагонали по укороченной у нас будет сжатие, а по другой диагонали у нас будет растяжение. И этот принцип, его важно понимать, он нам понадобится дальше при расчете на кручение. И как раз нормами регламентируется расчет и сжатого участка бетона, и растянутого участка. Вот это вот первая формула, t меньше либо равно 0 на rb умножить на b квадрате на h. Эта формула как раз, ну судя по тому, что здесь стоит rb, расчетное сопротивление бетону с сжатием, она как раз проверяет прочность сжатой полосы бетона. Это аналог расчета бетонной полосы между наклонными трещинами при расчете на поперечную силу. И здесь на что хочу обратить внимание. В эту формулу у нас несущая способность по бетону будет максимальной, когда у нас элемент квадратный. То есть здесь b это меньший размер, h это больший размер. Если у нас квадрат, то у него несущая способность вот именно по вот этой формуле будет больше. Если сечение у нас наоборот вытянутое прямоугольником, то здесь этот момент он соответственно будет меньше. Поэтому это важно учитывать при конструировании. Но если у нас элемент работает чисто на кручение, то понятно, там как бы мы делаем квадрат и не заморачиваемся. Но когда у нас конструкция работает также на изгиб, а для изгиба нам наоборот надо развивать сечение вдоль плоскости изгиба, то там надо искать нечто среднее. Но вот следующая формула, она вот как раз производит расчет по прочности пространственных сечений, где учитывается работа на растяжение. Здесь справа приведена вот такая вот иллюстрация, но по ней сложно вообще понять в чем тут смысл. И я заморочился, я сделал вот такие вот трехмерные красивые иллюстрации, на них все понятно. Мы рассматриваем вот такое вот некое пространственное сечение. Причем в этих сечениях у нас три грани растянуты, одна грань сжата. Вот этот вот кубик, то что я скручивал, вот как раз три грани у нас растянуты, одна грань сжата. Если мы посмотрим на левую балку, у нас нижняя грань, боковая грань и верхняя грань. Мы видим, что они закручены в одну сторону, они растянуты. Самая длинная грань, левая, она у нас сжата. И проекцию наклонного сечения мы, пространственного сечения мы определяем именно по сжатой грани. Вот это вот величина С. Справа приведена балка, у которой растянутыми является левая грань, нижняя грань, правая грань. Сжатой гранью является верхняя грань. И здесь мы арматуру рассчитываем на растяжение только ту, которая попадает в растянутую грань, лежащую напротив грани сжатой. То есть для левой балки у нас левая грань сжата. Мы рассматриваем арматуру, которая находится в противоположной ей растянутой грани. Вот эта арматура здесь как раз и выделена. Рассматриваем продольную арматуру, которая красным цветом пересекает данную грань. И зеленая поперечная арматура. То же самое для правой балки. У нас верхняя грань сжата, мы рассматриваем арматуру в нижней части. И нам здесь необходимо рассмотреть разные варианты. Когда растянутая грань боковая, когда растянутая грань нижняя, когда растянутая грань верхняя. Дело в том, что во всех этих трех разных случаях у нас будут разные комбинации сочетания продольной и поперечной арматуры. Поэтому результаты будут разные. И также нормами регламентируется задаваться разной величиной проекции пространственного сечения С. Дело в том, что если у нас С маленькая, то у нас в работу будет больше включаться продольная арматура. Поперечная работать практически не будет. И наоборот, если у нас С большое, но не больше определенных значений, у нас будет в работу включаться поперечная арматура продольная, будет работать меньше. И сейчас я хочу показать расчет на кручение. Крутящий внешний момент 5 кН на метр. То есть 500 кг на плече в 1 метр. Балка имеет сечение ширина 25 см, высота 40 см. Бетон B15 с расчетным сопротивлением 8,5 см. По бетону у нас получается момент 21 кН. То есть в 4 раза больше все проходит. И дальше идет расчет по растянутым граням. Я тут два случая считаю. Один как раз вот для верхней стороны, другой для боковой стороны. Я не буду полностью останавливаться на этом расчете. Это просто SP-шные формулы, которые вбиты в маткат и просто здесь реализован нормативный алгоритм. Ничего здесь интересного нет. Хочу застрить внимание уже на конкретных цифрах. Мы видим, что в первом случае, когда у нас растянутая грань идет по верхней стороне, у нас хомуты воспринимают момент 2,3, продольная арматура воспринимает 5,4. И суммарный момент по пространственному сечению 7,7, то есть больше 5 кН. Растянутая грань по боковой стороне. Здесь все то же самое, просто меняется местами ширина элемента и его высота. Получается по хомутам 3,2, по продольной арматуре 5,9. И получается у нас момент по пространственному сечению 7,7. А, 9,9,2. 7,7 это минимальный момент, который соответствует первому сценарию. Но, как я уже сказал ранее, у нас конструкция не всегда работает. Вернее, она практически никогда не работает на чистое кручение. А этот расчет был произведен чисто на кручение. Но, тем не менее, его в любом случае необходимо производить. Если конструкция работает на изгиб с кручением, формула следующая. Вот так вот она выглядит. Вот здесь вот стоит Т нулевое, которое мы определили в предыдущем расчете. Это несущая способность пространственного сечения А. Под корнем у нас стоит М, момент, внешний момент, который приходится на балку. И М-алтимет это предельный момент, который сечение у нас может воспринять при изгибе. Здесь я также привожу СП-шный расчет на изгиб. У нас внешний момент 15,6 кН на метр, а предельный момент 23,8. И получается, что у нас крутящий момент, который может воспринять сечение. Оставшийся крутящий момент, часть несущей способности у нас была отдана на изгиб, а оставшаяся часть уйдет на крутящий момент. 5,8, тогда как чисто на кручение у нас цифра составляла 7,7. Поэтому примерно как-то так это выглядит. То есть у нас общая несущая способность балки, она раскидывается. Часть идет на изгиб, часть идет на кручение. И отдельно также рассматриваются случаи, когда у нас одновременный расчет. Так, не на изгиб, а на кручение. Накручение и поперечную силу. Формула похожа, только здесь у нас идет Q, это внешняя поперечная сила. И Q-алтимит, это понятно. Прочность, прочность сечения, то есть предельная поперечная сила, которая может воспринять сечение. У Улицкого на странице 127 есть примеры расчета на кручение. Они более сложные, более замудренные. Поэтому, кто хочет более подробно разобраться в этой теме, можете пересмотреть, почитать дополнительно вот этот вот учебник. И здесь, вот сейчас внимание, есть три очень тонких момента, на которые стоит обратить внимание. По поводу поперечной арматуры, дело в том, что если у нас балка, к примеру, широкая, то она у нас может иметь несколько хомутов в своем сечении. Я сейчас на кубике рубики это нарисую, покажу вам. То есть сечение может выглядеть примерно вот так. И мы в расчете растянутой грани должны, по идее, учитывать именно внешний стержень. То есть у нас на кручение работает, как правило, периферия всего сечения, центр не работает. Этот момент я вот, к сожалению, нигде не нашел, но подозреваю, что надо брать именно вот самые удаленные внешние стержни, поперечные арматуры в расчете. Следующий момент, он касается непосредственно расчета. Он у нас производится из условия, что поперечная и продольная арматура, они одновременно достигают своего предельного состояния. Но это, как вы понимаете, на практике нереально. Вернее, реально только в одном случае, когда у нас имеется пластический шарнир. То есть, к примеру, поперечная либо продольная арматура достигли своего предела текучести, дальше они деформируются, не воспринимая нагрузку, а нагрузке сопротивляется какая-то другая арматура. И третий момент, пожалуй, самый важный, он относится к совместному расчету конструкции на изгиб и накручение, либо накручение на поперечную силу. Вот в этой формуле, вот в этой формуле, вот это Т нулевое мы должны брать для такого пространственного сечения, у которого растянутая грань совпадает с растянутой гранью при изгибе. То же самое для поперечной силы. Вот это вот Т нулевое, оно идет для сечения, у которого боковая грань растянутая. То есть, та грань, которая также будет работать и при расчете на поперечную силу. В рамках данной иллюстрации, вот эта вот левая картинка с правой растянутой гранью, она у нас должна рассматриваться при расчете на совместное действие кручения поперечную силу. Когда у нас нагрузка приложена сверху вниз, и балка работает на изгиб вертикальной плоскости. Правая же картинка, правое пространственное сечение, здесь нижняя грань растянута. Такое состояние должно учитываться при расчете на изгиб вертикальной плоскости и кручения. Поэтому на поперечную силу и на изгиб совместно с кручением мы берем, мы рассматриваем разные пространственные сечения, чтобы у нас рабочие грани совпадали одного и другого напряженно-деформированного состояния. То есть, берем самый неблагоприятный случай. Теперь вторая часть вопроса, которая касается непосредственно конструирования хомутов. В нормах, смотрите, написано следующее, что хомуты в элементах, которые работают на кручение, они должны быть замкнуты. Что это означает на практике? Вот, к примеру, у нас здесь есть некая балка, которая работает на кручение. Если вязанный каркас, то хомуты должны выглядеть следующим образом. Хомут, обратите внимание, замкнутый. И мало того, что он замкнутый, здесь у нас имеются перехлесты. Вот это вот расстояние, это уже не по своду правил, а по пособию к конструированию железобетонной конструкции должно быть не менее 30 диаметров. То есть, если у нас арматура D6, то вот этот перехлест должен быть 180 миллиметров. Если у нас балка армируется плоскими сварными каркасами, то она не должна армироваться плоскими сварными каркасами. Вот плоские сварные каркасы, и нам необходимо обеспечить замкнутость. Как это сделать? Дополнительно приварить поперечные стержни к поддольной арматуре. Вот так это будет выглядеть для сварных каркасов. Если к этой балке у нас присоединяется балкон, как в рассмотренной картинке, то... Вот так вот у нас идет балкон. То арматура балкона, она вот заводится вот как-то вот таким вот образом. То есть заводится за внешнюю грань балки. И вот это вот расстояние, вот это вот расстояние, оно должно быть... Не меньше длины армировки. Длина армировки это нормативное значение. Оно определяется в зависимости от диаметра арматуры, в зависимости от класса арматуры, в зависимости от того, насколько она нагружена. Поэтому все эти вещи, они рассчитываются. Что касается конкретных параметров шага хомутов, там, диаметра, то конкретно по кручению нет каких-то требований, но здесь следует руководствоваться требованиями к размещению хомутов для балок и для колонн. Если в балках у нас поперечная арматура определяется расчетом, то шаг должен быть не менее 0,5 аж нулевое балки и не менее 300 мм. По-моему, так, могу ошибаться, если колонны и в колоннах сжатая арматура, которая также определена расчетом, то S не менее 15 диаметров, эта величина, она обеспечивает устойчивость стержня. Причем здесь диаметр именно минимальной арматуры. То есть, если в колонне у нас, например, идет восьмерка и десятка, то мы вот этот шаг назначаем по восьмерке и не более полуметра. И понятно, что шаг хомутов, если вам не хватает несущей способности вашей балки, чтобы воспринять и кручение и изгиб, вы можете хомуты поставить с меньшим шагом, можете увеличить течение продольной арматуры. То есть, тут уже надо смотреть по расчету, каким путем идти.